Здравствуйте, друзья! Сегодня мы посмотрим вот такой вот пульт. Это универсал под названием Клик ПДУ РМЛ 1042 Плюс 2. Данный универсал предназначен для телевизоров Супра, Фьюжн, Шиваки, Хюндай и кое-чего ещё, где попадаются пульты вот этого типа. Например, General. Что ещё там? Ну, в общем, пусть будет General и ещё некоторые бренды. В общем, данный пульт настраивается двумя способами. Первый способ – это ввод, как бы сказать, не то чтобы кода, ввод команды, так скажем. Ввод команды, и здесь с ним поставляется бренд-лист, который состоит из картинок пультов, которые меняются данным универсалом. И над ним написаны команды. То есть, если мы хотим заменить пульты Супра, Фьюжн, РЦ9, Б, 10, Б, 15, Б, 17, Б, 1, Б, 4, Б, 5, В, 6, В, 8, Б, 18, Б, то мы вводим команду ПАУР Плюс 2. Если хотим другие пульты, соответственно, ПАУР Плюс 4, ПАУР Плюс 3, ПАУР Плюс 5, Плюс 6, Плюс 7. Что такое ПАУР? Это красная кнопочка включения телевизора. И, естественно, Плюс 2, Плюс 7 – это просто цифровая клавиша на самом пульте. Как это работает? Допустим, у нас был пульт Супра РЦ3, W, вот такой вот беленький, да? Мы запоминаем его команду ПАУР Плюс 4, берём в руки наш универсальчик, зажимаем красную кнопку включения и зажимаем четвёрку. Индикатор загорелся постоянным светом, отпускаем эти обе кнопки, индикатор два раза моргнул, значит, код принят. Далее берём пульт и проверяем его на нашем телевизоре. Здесь у нас идёт какой-то другой код, поэтому тестер его сейчас не распознаёт, но, как видим, моргает, значит, ИК-сигнал поступает. Значит, всё хорошо. Вводим, например, команду ПАУР Плюс 1. Отпускаем, два раза моргнул, код принят, всё в порядке. Таким образом, этот универсал настраивается ручным способом. Также у этого универсала есть способ настройки – это автопоиск. То есть, если вы здесь не обнаружили вашего пульта, вот в этом бренд-листе, вы можете воспользоваться автопоиском. Для этого зажимаем красную кнопочку включения и держим её. Наблюдайте сейчас всё внимание на тестер. Смотрите, как будут меняться сейчас коды. Как видите, он начал перебирать коды по порядку. То есть, он крутит свою базу по очереди. Все пульты, которые есть в его памяти. Посылаю сигнал. В данный момент вы пульт направили на ваш телевизор, на ИК-приёмник вашего телевизора. То есть, в нижнюю часть, скорее всего. И наблюдаете за экраном телевизора. Как только на экране вашего телевизора появится значок увеличения громкости, вам необходимо моментально отпустить эту красную кнопочку, чтобы зафиксировать код. После этого вы проверяете уже остальной функционал, громкость, каналы, различные цифры, кнопочку Source обязательно. Всё проверяете, если всё совпадает, всё срабатывает на вашем телевизоре, то я вас поздравляю, вы его настроили при помощи автопоиска. Если что-то некорректно срабатывает, вы можете продолжить автопоиск таким же способом, зажимая красную кнопку и перебирая коды дальше. Вот такие вот способы настройки данного пульта. Если вы утеряли эту инструкцию, либо вам пульт достался без инструкции, где-то вы взяли, подарили вам и так далее, вы можете всегда перейти по ссылочке под этим видео на нашем сайте и посмотреть, либо скачать данную инструкцию. Надеюсь, это видео было вам полезным. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok